Давайте посмотрим на эти извинения, которые здесь перечислены. Некоторые из них с первого взгляда могут показаться незначимыми. Например, в 59 стихе. Другому сказал, следуй за мной, и тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить Отца Моего. И, в принципе, это очень такая значимая причина. Конечно, если отец мертв, то нужно его похоронить. Но, наверное, Ишуа знал настоящую причину, что, возможно, отец еще не умер. Потому что, если бы отец умер, то этот человек должен был быть дома и плакать, проходить. Но сын решает возвратиться домой, и, возможно, отец умрет, но потом уже решить, следовать за Ишуа или нет. Ишуа ответил ему, что пусть мертвые хоронят мертвецов, а ты иди и проповедуй Евангелие. О чем он здесь говорит? Пусть духовно мертвые, тех, которых беспокоит преимущество этого мира, останутся, и в том числе всякие вопросы о наследствах, пускай остаются они в их жизни, и, в конце концов, хоронят физически мертвых. У настоящего Талмида должны быть правильные приоритеты. И это очень важный вопрос для каждого из нас. Давайте 10 главу откроем. После всего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два перед лицем своим, по всякий город и место, куда сам хотел идти. Почему это важно? Почему этот стих может быть интересным? Число здесь 70. Если взять этих посланных апостолов, то 12, их количество соответствует 12 коленам. Как позже мы увидим в 22 главе, в 30 стихе, что это очень... Ясно. Ясно. И также Матвея, 19. Если взять этих 70 учеников, то это аналогия 70 старейшин, которых Мояше избрал в пустыне. Поэтому это символизм. Те 70 старейшин приняли Дух и они пророчествовали. И это записано в числа 11 главе, 24-25. И по той же причине в Синедрёне количество членов Синедрёна было 70. И сказал им, «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. «Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Четвёртый стих интересный. «Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, никого на дороге не приветствуйте». Там говорится, «Не носите кошелька с собой, или вещей, сумку». И не останавливайтесь, чтобы шамус с людьми на дорогах, на улицах. И в английской Библии говорится, «Не приветствуйте никого». Но есть ещё слово на идише, «шмуз». Что значит болтать, говорить о каких-то пустяках, или даже посплетничать. И это происхождение из слова на идише. Что значит «шмуз», перевод — это слухи, новости, вести. И очень, в принципе, это передаёт заповедь Ишуа, которую он оставил. Не тратьте время попросту на дорогах, но оказывайте их в необходимых местах вовремя. И есть похожая идея в 4 книге царств 2.29. История Елисея. История Елисея. История Елисея. Таким же образом, Елисея своего слугу давал, Гези давал такое же поручение. Когда он послал Гезию, чтобы тот положил свой посох на тело дочери, мёртвой дочери шнамитянки. Он говорит, «Если встретишь какого-то человека, не приветствуй его, и если тебя будут приветствовать, не отвечай». И слово на еврите здесь используется «шмот». Или другими словами, сразу приступая к тому делу, которое нужно делать. В какой дом войдете, сперва говорите «шалом». Если будет там сын мира, то почует на нём мир ваш. Как вы знаете, «шалом» означает намного больше, чем мир. Также значит спокойствие, безопасность, благосостояние, довольство, избыток, здоровье, довольство, успех, утешение, полнота, целостность. Только одно слово. Интересно, да? Поэтому, если вы используете это слово, то вам следует узнать его содержание, смысл слова. И когда вы говорите кому-то «шалом», то вы желаете всё ниже перечисленное или выше перечисленное. Это такое глубокое понимание у нас появляется, если мы взрываемся в Божье Слово. Это также более глубокое значение, когда Ишуа нам оставлял это поручение «вот, что говорите, когда входите». Поэтому важный момент в том, что либо вы дадите «шалом», скажете «шалом», либо держите себя. И, в принципе, в этом он говорит, что «мой шалом», «мой мир даю вам». Но в английском контексте просто «мир» или в русском контексте. И в других переводах тоже «мир» просто переведено. И поэтому мы теряем смысл, понимание, что вообще хотят передать. И это намного больше включает, чем просто ощущение мира или благосостояния. Двенадцатый и тринадцатый стихи. Сказываю вам, что Содом в день он и будет отрадней, нежели городу тому. И говорит, что «горе тебе, Хоразим, горе тебе, Бет Саида». «Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они, сидя во витяще, и пепли покаялись». И в многих других примерах Писания Ишуа говорит что-то, а это еще больше в себя включает. И также те, кто читает Библию на английском, либо другие переводы, вы просто, ну, видите, ну, это какие-то места были, какие-то города. Но Сидон и Тир В Исайе 23 главе очень много сказано о их нечестии и о суде, который на них. Еще Иезекииля 26-28, Иаиля 3, 3 глава, Амоса 1, 9-10, и Захария 9, 2-4. Он говорит о тех городах и о чудесах, которые были там граблены. в Харазине и в Саиде. И, возможно, никакого, никакого не было изменения, влияния на людей. Разве что они так пожали плечами и думают, ну, ладно, хорошо. И он сравнивает те два города, первые с Тиром и Сидоном. И есть множество тех людей, которые критикуют христианство за чудеса Иешуа. И то, что христианство использует это как основополагающую истину о том, что верит, что Он Мессия и Сын Божий. И когда Он говорил об этом с некоторыми евреями, с теми, которые, по крайней мере, как-то знали и раввинистическую литературу, и мы знаем, что хотя в раввинистической литературе часто описываются чудеса, чудеса не являются центральным в юдаизме, и также чудеса не являются доказательством того, что, ну, закон Божий нужно исполнить. И какой может быть ответ на такие аргументы? И сам Танах основывает, или вера в Бога в Танахе основывается на одном из самых великих чудес. Это Исход 14.31. Там говорится, что после того, как египтяне затонули в море, когда Израиль увидел великую силу, которую Адонай проявил над египтянами, они убоялись Адоная и доверились, поверили в Него и в Его слугу Моше. Иешуа показывает тоже Божию силу. И только просит от своих братьев, евреев, такой же отклик о Богу. Такой же отклик, как Моше, чтобы такой же отклик был в отношении Ишуа. Это первый аргумент. Второй аргумент Это Матфея 9.34 и 10.25. Это Матфея 9.34 и 10.25. Еще один. Матфея 12.24-32. Матфея 12.34 и Иоанна 9.11. Факт там такой, что даже оппозиционеры Ишуа признавали чудеса Его. И для того, чтобы не поверить в Него как Бога, человека, то они приписывали все чудеса бесам. Борганов. Да? Окей. Факт – это, что они требуют ответственности. Действия. Да? Окей, вы не с нами. Окей. Но современные критики требуют современные критики чудес требуют, чтобы был отклик, была реакция. И люди того времени знали, что нужно как-то прореагировать. Современные критики не думают, что так должно быть, что это правда. И также мы знаем, что на каждое чудо должна произойти реакция. Окей. Еще следующий аргумент. Почему это менее значимо, менее достойно верить и доверять чудесам Божьим, как и закону Божьему, потому что и то, и другое исходит от Бога. Тот, кто по-настоящему верит в Богу, узнает и знает, что как и Божий закон, так и Божьи чудеса являются доказательством его божественности. Окей. Если вы не доверяете ни в то, ни в первое, ни во второе, то будет трудно очень довериться Богу, поверить в Него. Окей. В 17 стихе 70 учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам. Идея тут такова о имени Твоем. Идея такова, что сила и власть принадлежат Личности Ишуа. И когда вы принимаете этот факт, то тогда это укрепит вашу веру. И вы на самом деле увидите чудеса. Все даю вам власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражу, и ничто не повредит вам. Это эпилог мессианского века. И это сопровождает возвращение Ишуа, славное возвращение Ишуа на землю. Окей. Исайя 11, 8. Там говорится, что ребенок будет играть у норы аспида или кобры. Либо же как руку опустит или притронется к чему. Да? Так. Наталья, которую мы должны принимать здесь, это те, кто верят в хорошие новости, могут ожидать Бога's сил работать через них. И те, кто доверяют Богу, верят Богу, то могут ожидать, что Божья сила будет действовать через них. Это то, чего нам не хватает в наши дни. Мы видим, они вышли и стали свидетелями Божьей великой работы, великой чудес. И они ожидали, что так и будет. У них было ожидание в сердцах. И вопрос к нам такой, что ожидаем ли мы, что Бог действовать будет в наше время. И зная при всем этом, что сила не наша, но она приходит от Бога. И потом можно сказать, Ишуа их спускает с небес на землю, как я сказал, вы можете очень эйфористой, если вещи начинают происходить вокруг вас, и Бог начинает работать. И можно сказать, в эйфорию можно впасть по поводу всех дел, чудес, которых Бог может совершить вокруг вас. и вы можете настолько быть захвачены этим, и забудете, может быть, более важное. в 20-м стихе Ишуа говорит им, однако, не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. И очень ясно прослеживается идея иудаизма, или иудаизм придерживается мнения, что имена прощенных записаны на небесах. И литургия на Рош-Хашана там включена молитва, которая называется посвящена тем, которые записаны в книгу жизни. И также молитва на Йом-Кипур спустя 9 дней говорит о том, что мы запечатаны в этой книге. Идея такова, что в тот день уже окончательное решение выносится. И то, что Ишуа тоже говорит им, об этой записи в книге жизни. И он использует о добром самарянине. И он использует этот культурный контекст своего времени, чтобы передать историю. в течение столетий была вражда между самарянами и иудеями. И у нас возникла ситуация возникает вопрос в 25-м стихе. Один законник стал, искушая его, сказал, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Ишуа спрашивает, что записано в Торе? И он же сказал ему, в законе что написано, как читаешь? У всех у нас есть Писание. Но вопрос звучит так, что там написано двумя словами? Как ты ее читаешь, как ты ее понимаешь? Если вам нравятся свои какие-то суеверия, какие-то предвзятости, так что своим каким-то образом понимаете Писание. И затем нужно еще спросить, понимаю ли я Писание правильно? Или же что-то в моих мозгах, или моя Личность как-то влияет на это понимание Писания? И, в принципе, такой основной вопрос еще задавал тому законнику. Во-первых, он спрашивает, что написано в Торе? как ты читаешь, а как ты понимаешь? Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой, крепостью, разумением и ближнего твоего как самого себя. И можно сказать, тот задавал вопрос первой части этого. что написано в Торе? Хорошо? Кто сгиб сказал? Нет. Тора экспорт 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 дает ответ на первую часть Ишуа. Интересно, что что? Законник ответил только на первые вопросы Шуани. Что написано в Торе? Ишуа говорит, правильно, правильно ты отвечал. Так поступай и будешь жить. Затем мы подходим ко второму вопросу Ишуа, к этому законнику. Как же он его понимал, ее понимал, Тору? Конечно же, он знал или очевидно он знал, что он не все делал, как говорит Тора. Иначе бы он так не ответил. Но он, желая оправдать себя, сказал Ишуа, а кто мой ближний? Кто это такой? И на это сказал Ишуа. И рассказывает эту историю самаряне. В背景 этой истории исторический фон, вот эта история самарянина, это вражда между обеими народностями. И потому этот законник точно уже понял что значит эта враждебность между самарянами и иудеями, ивреями. и может быть ожидан думать, что если Кохен и Леви не отказали этого человека, то он ожидан думать, что если Кохен и Леви не отказали этого человека, то если священник и Левит отказались помочь человеку, то уже точно самарянин сделал так же само. И Ишуа эту историю рассказывает и показывает, что даже если существует враждебность, то тот, кто исполняет Божий закон, делает так, как требует того Божий закон. Так же он говорит в конце. И в 36-м стихе спрашивает, кто из этих троих, думаешь, ты был ближним попавшемуся разбойником? Он ответил, оказавший ему милость. Тогда Ишуа сказал ему, иди поступай так же. Это ключ к пониманию Писания. И видеть контекст ситуации какой-то в тот момент. Следующая история с рокового стиха. Марфа заботилась о большом угощении. И подошла и сказала, Господи, ли тебе нет нужды, что сестра моя одну меня оставила служить? И одно только нужно. Это в 42-м стихе. Одно только нужно. И Мария избрала это. Одно только нужно. Это быть внимательным к Ишуа. Поэтому Марфа, вместо того, чтобы переживать, заботиться о каких-то вещах, могла бы просто приготовить какой-то суп для Ишуа, и расслабиться. слушать слова, что он рассказывал. Okay, verse, chapter 11. Одиннадцатая глава. One time, verse 1, one time Ишуа was in a certain place praying. As he finished, one of the Talmidim said to him, Sir, teach us to pray, just as Yohanan toward his disciples, his Talmidim. случилось, когда он в одном месте молился, перестал, один из учеников его сказал, Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. So there was a desire to pray. There was a desire to pray also in a certain sense correctly. И было желание молиться правильно. Научи нас, как молиться. Now, I think most of us know today that prayer is conversation with God. I know, большинство из нас в наше время понимают разговор с Богом. So it doesn't need to be one particular formula, as it were. Поэтому не обязательно это должна быть какая-то схема, как молиться. But I think what is doing here, I don't think his intention was originally to create one prayer. И я думаю, что в принципе Иоанн хотел какой-то вид молитвы, один вид молитвы создать. Some churches have adopted that issue and we have what we call the prayer Our Father. И некоторые церкви приняли это, и поэтому у нас появился Отче наш молитва. И стала эта молитва частью литургии. But I think Yeshua was trying more to show us the elements that can be included in our prayer. И в то же время Ишу хотел показать элементы, которые включаются в молитву. что мы можем заметить, все те элементы, которые включены в молитву Отче наш, можно также это найти в иудаизме времен Ишуа. Поэтому в этом плане для него это не было чем-то новым. Но это, можно сказать, модель молитвы, вот такая, скелет, скелет молитвы. Например, первые слова Отче наш Сущий на небесах. И те же слова на иврите Авину Шаба Шамай С этих слов начинаются многие молитвы на иврите. Следующие строки Это, можно сказать, параллель с многими тоже молитвами в синагоге Кадидиш, как переводится Освяти. Иткададаш. Чтобы Его великое имя открылось на всей земле. Которое Он создал в соответствии со Своей волей. И пусть Он установит Своё Царство в наше время. И множественное число, которое там можем найти. Хлеб наш насущно подавая на каждый день. И в четвёртом стихе прости грехи наши. Интересно, что фраза хлеб насущный или же грехи, они поставлены там в множественном числе, а не в единственном. Это очень присуще еврейству. фокусироваться на коллективном, а не на индивидуальном. Это очень важный момент в нашей вере. Мы говорим, что мы есть тело. Но функционируем ли мы как тело? Функционируем ли мы как одно целое? И по мере того, как время идёт дальше, то пробирается внутрь индивидуализм. И он повсеместно существует. Окей. Следующая «избавь нас от лукава». В греческом возможно это такое понимание передаёт, что избавь нас от всего плохого, что происходит. И один раввин был, он всегда падал на лице своё. Эта история в Талмуде записана. Он говорил «избавь нас от искусителя». Потому такая идея заключалась в раввинечистской литературе, также говорили об этом раввины. Окей. Давайте будем наступать.